Дорогие скорпионы, привет! Впереди у нас 24-й год. Год, который может кардинальным образом преобразовывать вашу жизнь. Это связано с тем, что ваша ключевая планета Плутона входит в новый 20-летний цикл и начинает буквально принюхиваться к новым возможностям. Она, как осторожный зверь, буквально входя на территорию нового леса, сначала пытается сориентироваться вообще, что здесь происходит. Фактически зарождается эпоха нового вашего личного бытия. Сейчас Плутон – это главная планета скорпионов. И всё, что происходит с Плутоном, это принципиально важно. Здесь уже в феврале он уже себя однозначно проявит в новом качестве. И сейчас на этом видео я расскажу, как, что здесь будет происходить. Здесь есть крупные денежные люди, проекты также по весне. Невероятная просто по масштабу эмоций и чувств история в личной жизни. Во второй половине года здесь есть о чём поговорить. Я надеюсь, что вы найдёте это видео полезным. Сразу уточню, что я расскажу 16 ключевых сюжетов этого года. Это очень много. Но я в первый раз делаю такое подробное разжёванное объяснение года. Но, надеюсь, вы не закопаетесь в деталях, а сможете видеть вместе со мной картинку, которую я вам рисую, вот этими общими мазками, где-то погружаясь в детали, где-то вытаскивая какие-то интересные словечки, нюансы. Главное, на что я хочу обратить внимание, то, что каждое из 16 событий, которые я сейчас расскажу, может в большей или меньшей степени повлиять лично на вас. И узнать это вы можете с помощью моего сервиса. Внизу вы найдёте ссылочку на мой телеграм-канал. Поищите там посты с индексами вероятности. Кликайте, забивайте свою дату рождения, получаете ответ. Какие из этих 16 событий имеют для вашей лично даты рождения особенное значение? А какие, в принципе, не важны? Этот сервис помогает уточнить общий прогноз для скорпионов применительно конкретной дате рождения. Как оно накладывается? Ну, в принципе, те, кто сами разбираются в астрологии, я думаю, вы сможете посчитать, посмотреть свою карту. Благо, я здесь буду демонстрировать карту и вместе с вами её комментировать. Ну, я думаю, вы сможете и просто по вот этой карте сориентироваться, уже те, кто сами всё строит. Ну, давайте разберём начало года. Что нас здесь ждёт, на что обращать внимание? Здесь есть очень хороший период, который даёт много силы на то, чтобы трудиться и обучаться. Это, может, один из таких очень интенсивных периодов обучения, который попадёт на последнюю неделю января. Словно бы и в жизни столько не учился, а как вот здесь вот интенсивно приходится быстро перестраиваться в своей работе, в своей какой-то привычной деятельности, координировать какие-то программы, проекты и вмещать в себя большой поток информации. Период очень эффективный. Я бы рекомендовал здесь прямо вот зацепиться зубами и вырвать какой-то важный денежный кусок. Далее, в феврале, там пойдёт время обучения. Там как раз придёт время вот этого принюхивания к новым возможностям. Словно бы вы вступаете в новую эпоху. Здесь же просто в январе нужно просто хорошо поработать, закатав рукава. Вот особенно во второй половине месяца. 2024 год, он очень много знакомит с новыми реалиями. Ну там вот февраль, апрель, май, июнь. Такое ощущение, что там жизнь предлагает кардинально новый ритм развития. Оно жизнь ускоряет вас. Нужно бежать, нужно вот это разобраться, там обучиться, здесь обучиться. А вот январь – это просто отпахать там, где вы уже всё знаете. Просто собрались, взяли себя в кучку, а здесь будут все шансы для этого. Очень хорошая команда может попасться к вам. И вот сразу с места в карьер сделаем хороший результат. Вся вторая половина января этому посвящена. Да, там есть небольшие нестыковки. Местами приходится дёргаться очень сильно между разными проектами. Это дёргание норма. Там уже 11 января обозначится, что нам нужно то ли делать сразу два проекта, то ли запускаться сразу в нескольких направлениях, нужно и там, и здесь успеть. Но, несмотря на это дёргание стороны в сторону, вторая половина января исключительно в рамках своих результатов. Для осыненных добавлю несколько мыслей, что вся эта братья планет, она может быть связана со вторым домом. То есть это просто тупо деньги. Ничего меня не интересует. Всё остальное так выйдите. Кто здесь по деньгам? Вот вы останетесь, Штирлиц. С вами будем обсуждать денежные процессы. И вот они здесь прям тарабахают день за днём. Всю вторую половину января. Поэтому не надо отвлекаться на какие-то несущественные моменты. Личной жизнью ещё успеете заняться. Тут март для личной жизни. Да и вся вторая половина 24-го, она про личную жизнь. Я сейчас дойду до этого. Вы просто подофигеете, как там весело и интересно будет. Да. Плутон, который переходит в знак Водолей. Здесь демонстрируют себя те проекты, которые являются символом предстоящей эпохи на ближайшие лет 20. Это очень большой сдвиг. При этом Плутон — это ваша главная планета. И фактически в каком знаке, какие процессы, какие аспекты с этим Плутоном происходят, фактически является прямым синонимом, что происходит со Скорпионами. Плутон двигается очень медленно. Ну вот повторюсь, там в прошлый раз он вошёл в знак Козерога ещё где-то в 9, в 2008, в 2009 году. И вы могли переключаться в новый режим работы, деятельности. Какой-то совершенно новый формат активности мог появляться тогда в 9, 10, в 11 году. И который вот себя мог исчерпать в рамках последнего там двух-трёх лет. Старый формат ведения бизнеса буквально подходит к концу и начинает зарождаться новая эпоха, начинает зарождаться новый тренд. В том, как вы делаете бизнес, в том, какие проекты вы берёте в оборот, в том, как вы зарабатываете деньги, в том, что вы вообще видите своей самореализацией. И вот этот новый тренд, он здесь себя конкретно в феврале, получается, 5, 8, 17 февраля начинает активно демонстрировать. Я бы обратил внимание на 5 и на 16, 17 число. Здесь отчётливо может звучать такой стук в дверь, билет на какое-то мероприятие, на какое-то событие, какие-то новые разговоры, словно бы открывающие ваше сознание. Новым проектом, новому уровню. Что такое вообще Плутон-Водолей и какая специфика у него будет? Во-первых, это в первую очередь информационные, образовательные проекты, проекты, связанные с общением, передвижением, путешествиями. Всё, что имеет сильную технологическую базу, всё, что связано с управлением большими объёмами данных, информации, программирования. Вся эта тема становится главным методом прогресса на ближайшие лет, этак, два десятилетия. И, наверное, одной из ключевых символик Плутона-Водолея является искусственный интеллект и внедрение его. При этом нужно понимать, что это очень возрастающие скорости обработки информации и работы с обновлением инструментов, которыми я работаю, программ, приложения. Словно бы жизнь предлагает перестроиться на очень быстрый формат изменений. И скорпионы могут оказаться теми знаками, которые быстрее всего адаптируются к новой эпохе, открываемой Плутоном-Водолеем. Как-то всё, с одной стороны, достаточно призрачно и отстранённо, рассказал. Но одна из ключевых характеристик предстоящей эпохи – это лоббильность и быстрые изменения. Пока последние лет 15 Плутон находился в знаке Козерог, там с 2008-2009 года, вы могли придерживаться крупных корпораций, серьёзных больших игр, тенденций следовать очень проверенными путями, не шагать в авантюры. Сейчас Плутон, переходящий Водолей, буквально говорит о том, что у меня могут быть сотни проектов, сотни направлений. Многие из них выстреливают, не выстреливают. Дело не в этом. Дело в том, что я пробую, прощупываю почву и местами веду себя достаточно рискованно, авантюрно. И учусь некой лёгкости, переключаться из одного в другое, учиться быстро, настолько, насколько я могу учиться, осваивать новые направления, специальности и дела вести совершенно иным образом. То есть вот эта тема, я как скорпион постоянно мутирую, перестраиваюсь, изменяюсь, и вот эта ваша скорость мутации, перестройки, она начинает возрастать в разы. Скорпионы могут быть первыми, кто себе начнёт вживлять чипы и прочее. Я имею в виду не в контексте слежки, а в контексте дополнительного интеллекта, который вы обретаете, скорость мышления, интеграция с цифровыми технологиями. Скорпионы благодаря Плутону и Водолею могут оказаться одним из первых, кто берёт все фишки нового технологичного цифрового мира и встраивает их в свой образ жизни. Я надеюсь, не напугал этим словом чипы, потому что на него достаточно такой сложный триггер. И для скорпионов на самом деле технологии являются не самым лёгким испытанием последние несколько лет, и местами они могут склонны быть уходить от них, даже местами избегать. Это связано с оппозицией Урана к знаку скорпион. Но Плутон начинает менять этот процесс и в какой-то момент технологии оборачиваются положительной стороной для скорпионов. И вот, собственно, тренд здесь будет заложен в рамках февраля. Словно бы я знаю, как эту зверушку под именем технологии использовать в лучшем для себя ключе. Для асцендентных добавлю небольшие комментарии, что Плутон сам по себе водолей находится в третьем доме, и он символизирует мега-обучаемость управления какими-то информационными проектами, координирование проектов, умение направлять вот эти информационные большие потоки данных, работать с ними, вести переговоры крупные, особенно с информационными, и компаниями, которыми занимаются программированием. То есть это может стать одним из главных таких фокусов. Ну и вообще тема разработки компьютеров, все это прям кипит-бурлит благодаря такому Плутону. Следующая мысль, о которой бы хотелось поговорить, это март. Для большинства людей он будет восприниматься как месяц затишья, как месяц торможения, потому что здесь включаются энергии сонных рыб и ощущение некого коматоза, который как-то вот поглощает пространство. Хорошее время отоспаться, это вот реально зимняя спячка. Но для скорпионов здесь может происходить ряд достаточно важных процессов. Если вы тот человек, который связан с HR, с набором людей, с управлением человеческим потенциалом, с умением управлять, направлять людей и вообще создавать человекоориентированные компании, которые обращают внимание на людей, на их психологическое состояние, умение работать даже психологом, все эти качества, они получают хороший рост за вот этот период, с 28 февраля. Эти темы прямо будут поставлены в пространстве и потом получать свое развитие дальше в марте. Здесь будет новолуние 10 марта, которое в значительной степени о том, что душа человека – это не потемки, это что-то серьезное, с этим нужно работать, с этим нужно разбираться. Коллектив нужно психологически уметь как-то держать, уметь управлять состояниями людей. Ну и в целом вообще рыбья энергия еще часто связана с людьми искусства. И Март может предложить ряд достаточно серьезных проектов, где дизайн, красота, музыка, искусство имеют достаточно большую содержательную роль. Ну и еще водная стихия может быть связана с парфюмерией, с алкоголем, с нефтью и взаимодействием с бизнесами, людьми из этих сфер. Для асцендентных добавлю, что вся эта рыбья тема, скорее всего, связана с темой четвертого дома. Я занимаюсь серьезными задачами со своей недвижимостью. Возможно, занимаюсь созданием какого-то родового гнезда или какой-то точки опоры. Возможно, занимаюсь серьезной исследовательской работой. По четвертому дому часто люди занимаются фундаментальными исследованиями. Четвертый дом также — это карма рода, то есть понимание своих психологических глубин, как я связан со своими родственниками, какие программы я от них перенимаю. Возможно, какая-то родология или кармология может стать одним из таких важных элементов, которые вы откроете для себя в рамках этого марта. Мы входим в коридор затмений. 25 марта 1, 8 апреля будет второе затмение. Мартовское затмение, оно происходит в знаке весы, и оно связано с природой гиперобщения, гиперкоммуникации. Словно бы всплывают все старые знакомые и знакомые, и незнакомые, но это затмение связано с узлом прошлым, поэтому оно восстановит большое количество коммуникаций с каким-то утерянным давним миром. Вам там позвонят все одноклассники и прочее. Будет ощущение того, что сколько лет, сколько зим, прошла целая вечность, и вот, нате, давайте пообщаемся. И в этом смысле это затмение носит такую хорошую отдушину. Во-первых, после мартовской спячки в конце марта оно прям воспринимается вау, просто на ура, ощущение того, что мы наконец-то встретились, увиделись, обсудили, поболтали, просто не замолкая. Встретился со всеми старыми друзьями, которые были, которых знал, и жизнь просто раскрасилась красками. При этом само затмение в весах еще о том, что красота, любовь, влюбленности, приятные впечатления от общения сопровождают эти деньки. Для асцендентных уточню, что само по себе затмение пойдет по 11 дому. Это я восстанавливаю связи с сообществами, комьюнити, с которыми я раньше дружил. Вновь начинаю ходить на какие-то психологические кружки, вновь хожу по каким-то консультациям, получаю много знакомств со старыми друзьями, вновь мы где-то там встречаемся. То есть, особенно если это коллективы, которые связаны с какой-то средой консультирования. Может быть, я встречаюсь со своими там друзьями-юристами, может быть, я встречаюсь со своими друзьями-психологами или консультантами. Вот подобный формат, подружиться вновь с большой какой-то интересной командой, с которой я раньше много общался, вот вернёт вас к этому, собственно, данное затмение. Далее, жёсткое, пробивное, дерзкое затмение, оно же на Волуне, знаки Овен. Вообще, оно о том, что в жизни иногда нужно просто пробить головой стену, не разбираясь, в чём и как. Просто нужно сделать смелый шаг. Местами не понимая, не взвешивая, не разбираясь в деталях, просто вот дайте мне рожки мои почесать, дайте я сейчас воткнусь в какую-то стену, разобью какие-то преграды. Это, ну, такая главная символика затмения в знаке Овен. Оно боготворит предпринимателям, военным, спортсменам. Оно буквально говорит о том, что нас, команда дерзких смелых, мы, как в песне Наутилус Пампилиуса, мы гороховые зёрна, бьёмся лбами, мы тут об стену. И вот это состояние возбуждения, готовность делать смелые шаги, оно прямо ведёт к тому, что вы открываете какой-то новый мир, открываете какое-то новое пространство, у вас появляется какое-то новое хобби, новая группа людей, с которыми прям адреналин, уверенность и азарт становятся частью вашей жизни. При этом любопытно, что вы в эпицентр точки этого затмения доходите намного позже, по-моему, где-то 16 апреля, сейчас точно скажу, нет, даже позже, 16 мая ваша планета Марса доходит до этого эпицентра. Поэтому, возможно, здесь 8-9 апреля будут предложены какие-то изменения, до которых вы со временем доплетётесь к середине мая. А на данный момент, на самом деле, в момент самого затмения 8 апреля ваш планет находится в знаке рыбы. И где-то фоном может какая-то такая депрессуха, волна эмоционального самокопания присутствовать, и ощущение некого тормоза. поэтому затмение обозначат точку прорыва. Вы буквально ещё, может быть, где-то рядышком тут в болоте гуляете, и только вот, ну, скажем, где-то через там пару недель начнёте выбираться и врубитесь в эти новые ворота, в новую эту реальность уже к середине мая. Поэтому, возможно, оно для овнов немножко с задержкой проиграется, хотя главные эффекты вы уже здесь 8 апреля увидите и столкнётесь с ними. Для асцендентных уточню, что здесь речь идёт про пятый дом. Это увлечение спортом, это команда спортсменов, это какие-то яркие, спыльчивые, горячие влюблённости, которые просто как снег на голову без спроса врываются в ваши двери. Ну и вообще какие-то экстремальные хобби. Может быть, принципиально важные ситуации с детьми здесь могут произойти, но тоже в таком режиме, как снег на голову. Буквально одним днём кардинальное преобразование жизни моего ребёнка. Там перевезли в другой город. Следующее очень ценные события новолуния, которое происходит в знаке телец и энергии материально успешных партнёров, которые обитают в рамках вот мая. Может быть, уже с конца апреля, в мае, жизнь будет прилагать в ваше пространство всё больше и больше людей, которые состоялись в цифровом, может быть, интернет-комьюнити, добились там хороших денежных результатов, которые добились результатов в цифровых инвестициях, ну или вот то, что связано там с криптовалютами. И сотрудничество с ними является одним из таких важных, привлекательных сюжетов на апрель и май. Вы словно бы приглашены на какую-то конференцию, где много крутых спикеров, которые разговаривают про деньги, про новые технологии, про изменения в реальности, ну в прежней материальной реальности. То есть это некая банковская революция, это тема изменения прежних больших финансовых игр на какие-то новые условия. Идеально, да, если вы попадаете на какие-то такие мероприятия, знакомитесь с влиятельными людьми, получаете для себя какие-то ответы, откровения, но здесь нужно иметь в виду, что во всех этих событиях знакомства с финансово влиятельными людьми есть элемент черной луны. Черная луна может символизировать, что проект, который мы начинаем и цепляемся вот за сотрудничество с этими людьми, представляющими крупные инвестиционные игры, какие-то проекты, наше взаимодействие с ними на каких-то липовых условиях или на каких-то пока не совсем проясненных обстоятельствах существует. И очень хорошо бы здесь копать документы вглубь, проверять буквально даже там орфографические ошибки в документах, четко прописывать обязательства и условия, потому что изначально черная луна, она может создавать некую легкомысленность и неаккуратность в ведении дел, отчетности, бумаг и бухгалтерии. И, соответственно, где-то подвести. Ну, конечно, стоит избегать прям откровенного мухляжа, который иногда черная луна может предложить, и откровенного скама, который может существовать в формате каких-то интернет-проектов, связанных с криптовалютами. Ну, скамы-то вот типа МММ, то есть когда обещания идут, а потом просто организация исчезает. Все-таки к этому стоит быть здесь очень бдительным. Также важной частью этих дней является то, что партнеры тащат вас за собой. Словно бы вы вдохновлены какими-то персонами, которые рисуют интересные там золотые горы и, в принципе, имеют право их рисовать. Ну, то есть это не просто хайпажоры, а это могут быть очень веселые, ой, очень веселые, очень весомые люди, которые одновременно и технологиями занимаются, и деньгами, и с ними реально приятно идти вместе. Это может быть дружба, ну, вот реально с людьми высоких постов, которые реально определяют судьбу мира, особенно судьбу цифрового мира. Вот с ними здесь стоит в первую очередь дружить, через них вы можете выйти на интересные для вас проекты, и одновременно здесь есть тема инвестиций. Они могут вас научить, они могут вас подтолкнуть, они могут стать человеком, который предложит вам возможность инвестировать и прочее. Ещё важной частью этого мая является именно личная жизнь. Здесь будет склонность к щедрым подаркам в отношениях и от партнёра, и от вас, то есть, в принципе, тематика того, что жизнь личная должна быть предметом роскоши, богатства, должна выглядеть источником благополучия, и возможность всё это создать здесь присутствует. И особенно ценным здесь могут оказаться советы от друзей, от партнёров в личной жизни, от партнёров в работе, потому что каждый совет реально может быть как изумруд, как алмаз, как ценный какой-то камень, который вот реально преображает и вносит в вашу жизнь озарение, и это озарение именно связано с материально-денежной программой и материально-денежными делами. То есть, у вас может появиться советник, за которого вы как за золото будете цепляться, потому что от него реально какие-то гениальные вещи исходят. Поэтому одна из, наверное, ключевых рекомендаций прислушиваться к советам и, возможно, искать людей, которые могут оказаться в будущем ценными как советниками для вашей, ну, в первую очередь, денежно-материальной сферы. Ну, и в остальном, если вы без отношений, то это время может предложить знакомство, вдохновляющее, оптимистичное, особенно с людьми, там, программистами, из мира технологий, с людьми, кто взаимодействует с этим новым, странным, технологичным миром. Здесь могут завязаться вполне такая вдохновляющая любовная история, рандеву, и при этом, скорее всего, партнер будет достаточно состоятельным. Ну, есть на это предпосылки все. Для асцендентных уточню, что все это реализация седьмого дома, все сказано ранее про тему партнерства. Вот тебе объект любви, вот и достаточно влиятельная, яркая персона, с которой, возможно, ну, например, личные отношения, или если вы уже в личных отношениях, тогда эти аспекты, они звучат, как мы с партнером вдохновляемся чем-то, и партнер буквально ведет меня за собой, вдохновляет меня за, ну, идти, открывать какие-то новые материальные, перспективные реалии. То есть партнер может утащить меня в более богатую страну жить, партнер может вытащить меня в новую, более успешную организацию работать. Поэтому, если кто-то вас здесь хватает за руку, я бы рекомендовал не противиться сильно. Партнер может привнести благость в вашу реальность, которая здесь присутствует. Ну, или появится, или уже есть. Следующий период, июнь, он похож по энергетике на феврале. Много общения, много коммуникаций, много знакомств. Жизнь предлагает рост образовательным проектам. Достаточно большой бум образовательных проектов я бы ждал здесь в рамках июня. Ну, по крайней мере, они очень хорошо питаются деньгами, они очень имеют большой спрос у сообщества. и там достаточно крупные деньги варятся в этой сфере. Если вдруг как-то вы связаны с образованием, с перемещениями, с поездками, с управлением данными, управлением информацией, то все эти сферы, они как грибы после дождичка. И здесь растут, пухнут, и сразу какие-то объемы хорошие получают и по выгоде могут быть очень привлекательны. При этом июнь, особенно первые числа, ну, где-то 5-6 июня, прямо могут звучать в продолжении февральских сюжетов, словно бы в феврале вот вы нос куда-то засунули, ой, интересно, давай-ка я вот в этом направлении подвинусь, то начало июня прямо будет звучать, да вот на тебе еще деньги, давай, развивайся, запускай этот проект. То есть то, что зарождалось в рамках февраля, как вот эти программы Плутона-Водолей, я только начинаю входить в мир каких-то технологий, в мир управления большими потоками данных и информации, то здесь в июне прямо на это пошляется какая-то крупная сумма, вот платится, вносится какие-то ресурсы и ощущение того, что все, жизнь закипела, забурлила в этих проектах, которые вот в феврале как-то вот так шатко-валко пронюхивали. Для асцендентных уточню, что здесь достаточно активна тема восьмого дома, это привлечение инвестиций, это переговоры, которые приносят инвестиции, вот. Время передышки в конце июня и в начале июля. Время, в которое можно немножко расслабиться, выдохнуть и немножко уже не торопиться. Был достаточно бешеный ритм наверное всю первую половину июня, там нельзя было остановиться, нельзя было передохнуть. Здесь немножко пофигизм накрывает на тему того, что ну окей, что-то там сделали, но вот местами есть даже тенденция забросить те образовательные проекты или где-то попустительство включить к ним, которые вот сейчас там в июне запускались. Поэтому все-таки аккуратнее, прямо отчетливо где-то числа 3 июля может возникнуть такая тема, что я вот что-то просохатил сроки или где-то легкомысленно отнесся к тем проектам, которые мы делали в рамках там февраля и июня и что-то прозевал. Поэтому ну бдительности не теряйте, хотя сам по себе вот этот участок с конца июня и июль он все-таки про то, чтобы отдохнуть, расслабиться, восстановить силы. И идеально, если вы этим все-таки не брезгуете и главный как сказать успех, эффективный работа это хороший отдых. Вот здесь хорошо бы эту формулировку вспомнить и дать себе время, возможность. А... здесь могут происходить очень важные процессы, связанные с семьей, с кланом и с родом, с ответственностью за близких, родных. Может, в принципе, возникнуть ситуация, где я вдруг занимаюсь там бизнесом своих родственников, словно бы мне нужно переключиться там со своих проектов и заняться ответственностью перед родовыми какими-то делами своего поместья. может быть ситуация того, что я очень много занимаюсь бабушкой, дедушкой, вожу их по больничкам, например, вдруг решили полечить и восстановить здоровье, и я очень много энергии трачу на ресурсы моего клана, на события моего клана. Не обязательно это могут быть бабушки, дедушки, это могут быть реально люди просто моего клана как, например, кланом здесь можно назвать очень широкое понятие, это может быть и там одноклассники, которыми я помогаю там разруливать бизнес, это могут быть и просто там, не знаю, люди моей национальности, которым я там помогаю сориентироваться в каким-то условиях. То есть вот эта тема помощи своим, она является достаточно значимой и актуальной вот в рамках вот этих июльских чисел. Для асцендентных уточню, что здесь большую роль играет все еще восьмой дом, который говорит о том, что я участвую в ответственности за свою семью, за свой клан, здесь еще идет аспект на четвертый дом, моя родня и помощь ей, но в какой-то момент планеты выйдут в девятый дом, тогда это может прозвучать путешествием, надо уехать, отдохнуть, расслабиться где-то вот в какой-нибудь пансионат или вот куда-нибудь ближе к водичке, чтобы прям вот восстановить силушки. Далее лето, начинается, точнее, август, начинается очень жарко, здесь происходит сразу, уже где-то в конце июля, жизнь начинает набирать обороты, расслабленность это пропадает и хочется ярких впечатлений, хочется большого движения, жизнь предлагает вам много чему учиться, ощущение того, что я схватываю информацию на лету, я постоянно в поездках, я постоянно в движении, при этом это новолуние, оно еще проходит в связи с узлом будущего и буквально звучит о том, что здесь, сейчас высвечиваются перспективы развития, нельзя проворонить момент, надо вот двигаться, надо развиваться и вся жизнь вот в эти даты, она воспринимается как, не знаю, такая корзинка со сладостями, хочется и того, и этого, и здесь успеть, и там успеть, это еще связано с тем, что ваша главная планета идет в обнимку с Юпитером, с планетой расширения возможностей, и у вас вот просто куча всего и хочется все и сразу, и вот этот позитивный настрой Юпитера, он рулит на вот эти первые числа, ну, на первую половину августа, но главное, мы проснулись вот от некой такой расслабленности и спячки, которая могла присутствовать в начале июля, вновь вернулись к активному деятельному режиму, вот, для асцендентных уточню, что вся эта энергия, скорее всего, идет по девятому дому, это могут быть и путешествия, и какой-то драйв, авантюризм в приключениях по дальним странам, но девятый дом также может быть и сильная устремленность получать образование, может быть, высшее образование, может быть, какой-то очень авторитет, очень, ну, такое образование, которое звучит как вау, это круто, вот, не знаю, уехать куда-нибудь там за границу учиться, что-нибудь в таком ключе. Далее давайте поговорим про черную луну в весах. Она символизирует то, что местами я сталкиваюсь с попустительством и с легкомысленностью, в разговорах, особенно в каких-то попытках договариваться с людьми. Черная луна в воздушном знаке, в принципе, символизирует ложную информацию. Ну, как-то вот люди сболтанули, что-то не подумали, а потом вот пришлось иметь с этим дело. С черной луной вы на самом деле уже столкнулись с черной луной в весах. Вы уже столкнулись с 3 июля и 22 июля. Там могли быть программы, когда вы сами где-то легкомысленно что-то ляпнули, где-то вот какую-то ложную информацию дали или просто включили попустительство в тех проектах, которыми занимались до этого. Черная луна – это всегда про вот эту грань пофигизма некого и одновременно про некие хитрости. Но здесь черная луна не злая, она находится в достаточно дипломатичном знаке весы, и это может быть такая красивая, но тонкая недосказанность. Местами где-то близкая ко лжи, но зачем ее так называть? Особенностью вот этих дат на конец августа и начало сентября звучит то, что здесь появляется целое сообщество черной луны, то есть круг людей, которые, например, вне закона или которые находятся на сомнительных условиях. Это могут быть работники, это могут быть люди, с которыми вместе вы ведете какие-то проекты, и вот вы вместе уехали в другую страну, а документов на открытие организации или на ведение каких-то дел вам не дали. И вот такое ощущение, что все вместе оказались в каких-то странных подвешенных обстоятельствах, вроде бы надо делать, а приходится делать в каких-то подвешенных условиях. И вот здесь есть целая комьюнити, целая команда, которая оказалась как-то не при делах. ни хорошо, ни плохо. Ну, совет, который здесь можно было бы дать, это примите некую сумбурность и неопределенность происходящего вот на эти числа, особенно с 26 августа по 5 сентября. Одно из наглядных проявлений черной луны это любовные авантюры, в которых ничего серьезного. Особенно это проиграется 5 сентября. Может появиться человек, может появиться приглашение в любовь, в отношения, и все так красиво, красиво, сладко-речиво, но такое ощущение, что за словами вообще ничего не стоит. И вот это некая легкомысленная игра в любовь, как пустой, сотрясаемый воздух, вот она прям может прозвучать 5 сентября. Тоже не хорошо, не плохо, просто имейте в виду. Наверное, самым аккуратным я бы считал здесь все-таки тему того, что жизнь может вас свести с нечистоплотным человеком, с человеком, который склонен к какому-то мухляжу на словах. Мухляжу, какое красивое слово, и что оно значит? Ну вот звучит как французское какое-то прекрасное мухляжу, а по факту оказывается просто жу. Ну, в общем, здесь вот что-то такое, вроде бы прекрасное по форме, но странное по содержанию и в формате любви, и в формате отношений на 5 сентября. Для асцендентных уточню, что черная луна находится, возможно, в девятом, ой, возможно, в десятом, возможно, в одиннадцатом. Если она находится в десятом, то это, возможно, начальник такой, мухляжу. Если это черная луна находится в одиннадцатом, то друзья немножко сомнительной компанией. Как мне понравилось это слово, ну просто же красота. Интересно, как его придумали. Затмение. Начинается коридор затмений 18 сентября, оно проходит в знаке рыбы. Следующее будет 2 октября в знаке весы. И вот это затмение в рыбах, это что-то с чем-то. Это такой хитрый зверек. На самом деле второе затмение 2 октября еще более хитрый зверек. И вот этот коридор затмений, он, ну не то, что камня на камне не оставит от рассудка, но этот коридор затмений, он буквально говорит рассудку валяй отсюда. Ты здесь больше не нужен. Здесь время магии, время чудес. И такое ощущение, что вы попадаете в какой-то бродячий цирк, где люди в кураже, в каком-то опьянении, в ощущении одурманивания эмоциями, чувствами, переживаниями. Но само затмение 18 сентября, оно адекватное, оно очень глубокое, оно очень мощное. Это реально как будто вы попали на какой-то мощный спиритический сеанс, и там реально духи. Ну вот прям никакой не мухлёж. Затмение, которое будет 2 декабря, там декорация на декорации. Вот там мухлёжу прям вот во всей красе. А вот 18 сентября это затмение о очень глубинных, мощных, эмоциональных программах, которые связаны с вашим родом, с вашей семьёй, с глубинным ощущением того, что мой род имеет какую-то мудрость, здесь невероятные сны могут сниться, и здесь в принципе ощущение магии, просто разлитой в пространстве. И если у вас есть какие-то интуитивные таланты, если вы там маг в пятом поколении, то здесь ощущение того, что вы просто властелин мира, потому что тот уровень интуиции, чувственного, тонкого восприятия, который здесь вас посетит, от вашего рассудка он может не оставить и камня на камне. Потом придётся возвращать в ум разум после таких затмений. Но тем не менее скорпионы-то они за любой кипиш, особенно эмоциональный, особенно чувственный, особенно сводящий с ума, особенно когда это наваждение, и когда он такой сладкий, когда вот всё просто уже не удержаться. И реально это затмение может походить, как будто вы нырнули и рассматриваете какие-то водные глубины, и это невероятно красиво. Это может быть реально одно из самых красивых затмений, которое мы имели за последние несколько лет. Оно происходит фактически в соединении с Нептуном, с планетой Божественного, с планетой присутствия тонких сущностей, ангелов, не демонов. Вот в этом и главная суть. Демонов тут нету. Ну как бы они, наверное, везде есть. Демоны — это на самом деле так и переводится. Даймон — какая-то высокая сущность. Ну, плюсы-минусы мы сами им придаём. Так вот, давайте вернёмся к реальности. Ну, вот это затмение, оно уводит от реальности. Если добавить пару слов для асцендентных, то оно прямо проходит по четвёртому дому и будет связано с кармой рода. Оно будет связано с тем, что я хочу, чтобы мой дом, в моём доме присутствовала какая-то высшая сила. Немножко странно звучит, конечно. Ну, может быть, что мой дом имел бы религиозность, какое-то духовное содержание. Другая составляющая — я хочу сделать свой дом сказкой, я хочу в него внести какие-то революционные изменения. Всё-таки затмение проходит по узлу будущего, оно говорит, я привношу магию новую, невероятную, впечатляющую магию и в первую очередь в тему своего четвёртого дома недвижимости. Что-то я тут разрисовался. Но там реально будет ощущение того, что вас буквально знаете, как воронка вот этой спиралевидной просто затягивает это затмение и вы просто ощущаете, что всё, пути из этой магии нету. Но, но, но. Потом приходит раз-два, и новое затмение. Вот здесь как раз происходит главный мухляжу этого 2024 года. Оно связано с целым большим сообществом, которое вне законов, вне правил, вообще нелегальное. И это может быть поток мигрантов, это может быть поток людей, которые ну вот буквально в никуда отправились. Посмотрим, как это проиграется в реальной такой большой политической игре. Главное, на что рекомендовал бы обращать внимание, не принимать, наверное, какие-то серьёзных шагов. Всё, что здесь не происходило бы, оно имеет очень сильное информационное искажение. То есть говорим одно, думаем другое, вообразили одно, а в реальности вообще всё иначе. И при этом здесь может косячить интуиция. Если 16, точнее 18 сентября было затмение в рыбах, оно обостряло интуицию, оно просто говорило, отключи мозг, закрой глаза и почувствуй, принюхайся, обратись к своим инстинктам, своим глубинным каким-то состояниям, и ты найдёшь ответ. То здесь в затмении 2 октября ответы сыпятся вот то, сделай это, так, сяк, так, и вот ощущение того, что да уже замолчите, блин, только толку сбиваете. И вот затмение 2 октября, оно, главная, наверное, его смысловая нагрузка, это просто сбить с толку, дезориентировать, и вот что, куда вообще бежим, то непонятно. И вот эта формулировка, оно непонятно вообще. Главный смысл всего, что здесь происходит. То есть, если затмение 18 сентября слушать сердцем, и вы поймёте, куда, зачем, что, то в затмении 2 сентября просто развлекаемся театром абсурда. Здесь реальная Алиса в зазеркале. Ощущение того, что ну такой вообще бред придумали, но весело, интересно. Опять же, нужно понимать, что в затмении происходят знаки весы. Весы связаны, например, с юриспруденцией, и затмение веса говорит про какую-то ложную юриспруденцию, которая вот, ну, вроде бы на словах есть, а по факту ха-ха-ха, какой там правосудие, никакого там его нет. Весы также символ красоты и любви. Венера с затмением, ой, Венера, Черная Луна с затмением в весах. Здесь буквально звучит, что любовь такая красивая, такая обольщающая, а по факту выясняется, что ну как-то вот придумали все. Злодеи, мужчины или там женщины, там уж сами придумайте, кто придумал. Но вот ощущение того, что любовь это какая-то нечестная игра, и вообще все это сомнительно. мне здесь вспоминается дельфин. Фух, ну есть у нас певец на постсоветской сцене, группа мальчишник и дельфин. У него как раз очень сильная выраженная черная луна, и он как раз весы. И он как раз является символом, что такое получается, когда черная луна и весы сочетаются в одном флаконе. Это и безудержный секс, секс, как это мило, это и вот вся, весь этот бэкграунд, который стоит за дельфином и самой группой мальчишник. Здесь очень много такого веселья происходит, но адекватность оно какое-то не особо оставляет. Поэтому тут смотрите сами. Вляпываться, не вляпываться, как проводить время, чем заниматься. но предложений будет достаточно. Особенно важно, здесь еще стоит обратить внимание, что помимо всех этих сомнительных историй, здесь идет очень сильная глубинная связь с... Так, ты чай не работаешь? Очень сильная глубинная связь с людьми, с каким-то человеком, с которым очень тонкая эмоциональная настройка. И это особенно значимо видеть в рамках сентября-октября, в рамках этого коридора затмений, что будут ситуации, например, отношения, которые фиктивные, которые легкомысленные, которые ни о чем с людьми сомнительной репутацией, а будет очень глубокая эмоциональная волна тонкой сонастройки, которая обозначилась 18 сентября в затмении и которая красной нитью идет такой... волной узнавания своей души. И здесь даже вокруг затмения 2 октября это тоже будет чувствоваться. Поэтому сразу буквально имейте в виду, что здесь есть две программы личной жизни или отношений. Одна с очень глубокой тонкой душевной настройкой и вторая вот этот веселый маскарад. Для асцендентных уточню, что затмение скорее всего идет по 12 дому и соответственно связано... ой, по 11 дому и связано с тем, что у меня какая-то сомнительная компания, в которую я вписался и вот сомнительная команда. Сомнительная не в плане прям негативная, а просто людей, оказавшихся в подвешенном положении или, может быть, не очень правдивых на слова. Также черная луна часто связана с эзотерикой и это потому, что черная луна символизирует символическое восприятие вещей. То есть, когда вы оперируете не реальными людьми, а вот цифрами. Ты вот двойка, ты вот пятерка, а ты вот девятка. Ну, знаете, нумерологию, наверное. И у каждого числа своя характеристика, и мы познаем людей через символы. Мы познаем энергии этого мира через символы. И затмение, оно очень сильно обозначит вот это символическое видение реалий. Поэтому эзотерика, всякого рода мистика, она тоже имеет очень сильные яркие моменты проявления. Вас дико может увлечь какая-нибудь эзотерическая система и вдохновить вас невероятно на вот момент этого затмения. Собственно, новолуние, которое происходит в вашем знаке первого ноября. Самая важная точка за весь год с точки зрения личной жизни, с точки зрения внутренней гармонии, обретения себя. Просто вот вернуться к себе некому единому. И оно даёт очень много силы, очень много уверенности. И оно также решает хорошие финансовые вопросы. Оно говорит о том, что я живу душой и вдруг я её слышу очень ясно, очень хорошо. И это новолуние, оно является прямым последователем затмения, которое было 18 сентября. Там вас зацепило что-то в душе, там вы почувствовали более тонкие, высокие вещи. А новолуние первого ноября, оно прямо раскрывает эту тонкость так, что вы её прямо осознаёте, раскладываете на пазлы, чувствуете, воспринимаете. Может быть, если в вас открылся музыкальный талант, например, затмение 18 сентября, то здесь первого ноября вы уже поёте, вы уже обрели магию управлять. Здесь очень сильная астральная магия, возможно, то есть вы о чём-то думаете, и ваш посыл сразу уходит. Вот эта эмоциональная почта, подумал хорошо о человеке, ему хорошо стало, подумал плохо, не знаю, как ему стало, здесь главное, чтобы обратно не прилетело. Но вот эта тема, я чувствую, как мир дышит, я чувствую, что происходит эмоционально с моими близкими, я буквально раскладываю по полочкам программы своего рода, какие-то кармические вещи, это всё прям вот вау! Вот магия этой осени, она невероятна с точки зрения интуитивных открытий и того, что я понимаю, каково это быть чувствующим человеком. То есть если начало года, помните, там технологии, какие-то там гаджеты, какие-то там программисты, какие-то финансовые вопросы, то осень это вообще прямо пропорционально, это магия чувств, магия переживания, умение слышать пространство вариантов, оказаться в нужном моменте, в нужное время, познакомиться с нужными людьми и на волне доверия, какой-то лояльности тоже можно делать, тут бизнес и дела, но ощущение того, что в первую очередь рулит магия. Ты чувствуешь мир, он чувствует тебя, вы с ним нашли какой-то общий язык. Хотел сказать, главное в дурку не уехать на этом затмении 18 сентября со всеми этими чувствами и сверхчувствительностью. Но скорпионы по-любому справятся, мне кажется, скорпионов никогда не увозят в дурку. Хотелось такой провокационный вопрос задать, угадайте, почему. В общем, буду ждать ваши ответы и вопросы. Очень хорошо здесь в этом новолунии чувствуются кровные обязательства, кто мои люди, кто не мои. Вот эта интуиция, она прямо хорошо работает. Для асцендентных уточню, что сама по себе новолуния может иметь отношение и к 12 дому, тогда это все-таки обострение интуитивных талантов. Оно может иметь первому дому, тогда оно может звучать, что вас просят возглавить, вас просят стать в центре внимания, вы являетесь человеком, который ведет за собой, который явен, предъявлен окружению и на которого все смотрят с открытыми ртами. Ну, в каком-то роде вы здесь главный мастер, главный маг и главный чародей. Тогда так оно будет звучать, если оно по первому дому. И все об этом знают. Если в 12, то, может быть, никто не знает, хотя это не отменяет вашей роли. 12 дом все-таки я немножко втайне держусь. Скорпионы так как раз и любят, кстати. Полнолуние 16 ноября очень сбивает спеть. Оно буквально звучит, ты там себе что-то надумал, так, давай вернемся к нашим баранам, у нас здесь какие-то незавершенные рабочие дела, незавершенные рабочие проекты, и оно, возможно, даже возвращает каким-то деловым вопросом весны, апреля, мая, июня. Типа, ты замечтался дружок, что-то там сильно расслабился, где-то много времени проводил с близкими людьми, тебя куда-то увлекло в романтические любовные процессы, и полнолуние такое 18, ой, 16 ноября по голове такой стук, типа, возвращайся, хорэ уже. И оно очень реформаторски может повлиять на личную жизнь. Оно может символизировать, кстати, какие-то моменты даже разоблачения в личной жизни, когда вы тут такие шашни накрутили, и тут приходит как это, фотоуведомление на телефон в WhatsApp. в общем, какие-то сюрпризы, разоблачения здесь возможны, поэтому аккуратнее, особенно, если вы нагулялись в рамках октября. Вот интересно же, кто-то же слушает про своего мужчину, например, или женщину скорпиона, и слушает, и такой, ух, я, ну тут на самом деле насчет скорпиона, ух, я этому скорпиону задам, тоже такой, немножко, не знаю, задашь им, не задашь. Ну, в общем, если вы слушаете про партнера, мужчину или женщину, напишите, мне интересно, как многие вообще смотрят прогнозы не для себя, а вот узнать, что там, что там, что там ждет моего возлюбленного возлюбленную. Для асцендентных уточню, что полнолуние идет по седьмому дому, оно символизирует власть партнера. Власть партнера удивить вас, власть партнера задать вам какие-то правила, ну и в чем-то ваша задача, ну окей, прислушаюсь. Не входить в споры, а просто дать партнеру в какой-то момент лидировать, либо дать партнеру возможность повести вас. Партнер здесь в принципе с легкостью может перенять инициативу и предложить вам какие-то интересные решения. Ну и собственно переходим к концу месяца, декабрь. новолуние в стрельце оно звучит как тема такой большой активной деятельности. Тут ситуация следующая. Вы могли находиться в неком таком эмоциональном болотце сентябрь, октябрь, ноябрь, чувствовать, словно бы жизнь, вот она такая где-то астрально происходит, там в чувствах, в эмоциях, то декабрь он пробуждает к деятельности, может быть даже уже конец ноября прям вот просни сипой, птичка. И здесь очень деятельный, он достаточно хороший по результатам и ощущение того, что жизнь прям вот этим новолунием особенно сразу пробуждает, хотя я бы считал, что вас полнолуние 16 сентября уже включат в какой-то рабочий режим, что типа проснись, давай займемся делами. И здесь весь декабрь вот такой, весь в какой-то активной суете. Для оцененных уточню, что сам по себе новолуния скорее всего будет иметь отношение ко второму дому, я занимаюсь деньгами, меня переключило на финансовый вектор, и вот давай бегать решать, меня мотивируют деньги, деньги, деньги мотивируют меня. Ну и в целом вот принимаю финансовые решения одни за других, ищу какие-то возможности заработать, вот в таком больше ключе звучит декабрь. Но здесь происходит главное событие года, возможно, главное, это начало ретроградного Марса. О нем скажу чуть позже. В середине декабря у нас максимально наглядно раскрывается вот эта самая ретроградность Марса. Он бывает ретроградным раз в два-три года, ну то есть это достаточно редкое явление, и каждый раз, когда это происходит, возникает ощущение то, что я потерял направление, то есть до этого Марс прямо фигачил, двигался, развивался, и тут такой остановился такой, а туда ли я иду, а тому ли я дала. И начинает какой-то процесс переосмысления своей жизни вообще включаться. То ли я, туда ли я. Это на самом деле может даже немножко разочаровать или как-то вот создать такое ощущение, что я подустал, надо вот вообще сесть, переосмыслить свою жизнь. И с одной стороны, весь декабрь, он достаточно энергичный, то есть дел приходится здесь много, птичка наша проснулась, поёт, много дерзости, инициативности, смелости, активности здесь много, но фоново, внутренне ощущается то, что я переосмысляю. И весь декабрь, январь, это такое важное время, дайте себе возможность просто переварить свои последние два-три года, в которые Марс двигался прямо, и сейчас он такой остановился и начал переосмыслить эти последние два-три года. Дайте себе возможность выбрать, возможно, какой-то другой вектор. Прямо сейчас, в декабре, в январе, прямо на новом векторе останавливаться не надо. С новым вектором надо будет определиться уже там в феврале, когда вся эта ретроградность закончится, и будет хороший ясный импульс, куда я двигаюсь дальше. А пока нормально находиться в сомнениях. Да, здесь очень много дел, очень много событий, я очень результативен, я постоянно что-то решаю, но ощущение, вот привкус ретроградности во всем. Мы занимаемся проектом, вернулись к какому-то старому проекту, я не совсем понимаю, куда я дальше буду двигаться, что-то постоянно какие-то старые дела нужно закрывать, ну, как бы конец года тоже хорошо все закрывать, но вот какое-то ощущение того, что что-то я потерялся, куда вообще дальше буду двигаться, это нормально. Вот здесь просто позвольте себе немножко позависать в этих ретроградных настроениях, дел хватит, энергии хватит. Такие вот мысли. Для оцененных добавлю, что вся эта ретроградность проигрывается вокруг девятого дома, скорее всего, и, соответственно, может быть связано с тем, что я пересмысляю свое высшее образование, я пересмысляю ценность того или иного присутствия за границей своего, то есть, может быть, не уехать там из другой страны, если я там нахожусь. Также переосмысление своего сотрудничества с иностранными партнерами. Само по себе полнолуние, оно имеет отношение к восьмому дому, может быть, связано с тем, что мне нужно где-то там передоговариваться по бизнесу, ну, в общем, вот такого рода вибрации. Они, с одной стороны, деятельные, я вылез из этого эмоционального, чувственного, любовного болотца, которое было там в сентябре, в октябре, в ноябре, меня приотнесет, мы решаем кучу дел, но как-то все вот то ли по старым проектам, то ли по каким-то изъезженным путям, и внутренний такой процесс переосмысления запустился в своей деятельности, в своей работе. И, в принципе, вот эта вся картинка 24-го года. Где-то я ее прям подробно загрузился, закопался, что-то там покомментировал, обсуждал. Я надеюсь, вы, в принципе, увидели вот эту разницу между первой и второй половиной года. То есть в начале тут у нас информационные проекты, обучение, выход на какие-то новые виды активности, какие-то финансовые проекты. То есть как-то больше бьет по делам, делам, делам. Вторая половина года имеет сильнейший акцент в личной жизни. Да, здесь тоже есть такой деловой декабрь, когда масса активности будет, но с точки зрения дел там ретроградные планеты, они вот словно бы дел-то много решаем, но вот перспектив пока не понимаю. Там вот как-то в таком настроении. Поэтому вторая половина года не столько про дела, больше вот все-таки главный фокус там остается в чем-то личном. Дайте знать, насколько вам эта картинка усвоилась, понятно, легко, доступно, интересно. Конечно, можете еще глянуть мой телеграм-канал, внизу под видео будет ссылочка, и в телеграм-канале там есть индексы вероятности. То есть зайдете в канал, полистаете посты, найдете пост с индексами вероятности, кликаете, вводите свою дату рождения, и на каждое событие, которое я здесь сейчас озвучивал, там будет указано количество звездочек от 1 до 5 для лично вашей даты рождения. Насколько оно зацепит лично вашей планеты. Или это событие, оно в принципе на вашу личную карту особо и не влияет. Это такой непростой способ уточнить прогноз общий для Скорпионов, но применительно к вашему положению планет, чтобы знать, на что рассчитывать. Надеюсь, найдете полезным. У меня на этом все. С вами был Павел Чадинов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok